Добрый день дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Мы продолжаем изучать фреймворк Bootstrap и сейчас мы как раз поговорим о кнопках. Ранее в предыдущем видео мы уже частично затрагивали этот вопрос, но сейчас полностью подробно на этом остановимся. Смотрите, кнопки у нас стандартный button, у которых type button, здесь ничего нового. Мы просто добавляем необходимые нам классы и мы можем управлять ее цветом. Их вот такое вот количество, это все возможные варианты, то есть мы обязательно указываем класс btn и через пробел добавляем класс, который управляет цветом. btn primary, secondary, success, danger, warning и так далее. И смотрите, самое интересное у нас btn link, у нас просто ссылка получается из кнопки. Иногда тоже бывает необходимо такое сделать. И вот как они все выглядят, вы можете эти цвета видеть наглядно, как они отображаются и как они называются, то есть чтобы в дальнейшем использовать. При наведении немного меняются цвет, вот таким вот образом. Link, видите, просто ссылка у нас, обычная ссылка, но тем не менее это кнопка button и поэтому она немного отличается. Также можно для ссылок A добавлять такие вот классы. И это будет работать точно так же, как будто это настоящая кнопка. То есть смотрите, мы сейчас здесь создаем тег A и сделаем ему класс btn и btn, например, success. Вот таким вот образом. Здесь напишем какой-то текст и посмотрим, что у нас получается. Видя у нас из ссылки A получилась кнопка. И все эти стили можно точно таким же образом здесь применять. Ей можно даже поставить вот здесь вот такой вот атрибут, который мы уже использовали в alert.roll и указать button. Для того, чтобы она была как кнопка. И это, конечно же, работает с JavaScript, так это у нас никак не отображается внешне. Но вот такой вот атрибут есть, поэтому его можно будет в дальнейшем использовать. Также здесь есть специальные классы дополнительные для оформления цвета. И смотрите, как они выглядят. Сейчас я вам покажу опять все варианты. Выровним все это. Вот они у нас btn, outline. То есть у нас добавляется дополнительное вот здесь слово через defice. И также у нас primary, secondary, danger и все остальные цвета. Посмотрите, как это выглядит. У нас внутри все пусто, а просто появляется такая рамка. При наведении она заполняется. Тоже весьма полезные стили. И нам не придется эти кнопки самим создавать, а просто берем и используем вот такие вот готовые кнопки. Здесь, конечно, вот цвет не очень красиво отображается, но его можно поменять вручную. Также смотрите, у нас есть возможность. Сейчас мы оставим здесь одну кнопочку и добавить можно ей такие классы btn, defice, lg, например. Также давайте скопируем ее и добавим здесь btn, sm, чтобы посмотреть отличия сразу у них. Видите, это у нас большая кнопка, это поменьше. Стандартная у нас между ними двумя находится по размеру. И поэтому можно вот так вот размером тоже управлять. Также, смотрите, есть такой вот класс здесь btn и пишем через defice block. Сохраняем. И как это влияет у нас? У нас, видите, кнопка становится блочная как бы и всю ширину родителя она занимает вне зависимости от ширины экрана. Вот таким вот образом. Иногда тоже бывает нужно такое сделать, поэтому имейте в виду, что такая вот возможность есть просто добавлением одного единственного класса. Если вдруг кнопка у нас должна быть заблокирована, мы можем вот здесь указать disabled и она у нас работать не будет. А в дальнейшем можно с помощью JavaScript это изменить. Видите, она никак не реагирует на нее и тоже может иногда применяться. Теперь давайте рассмотрим группу кнопок. Чтобы их объединить в несколько кнопок, можно сделать вот такой вот div btn group, row у него group и area label. Здесь можно написать любой текст. Далее у нас идут внутри кнопочки и посмотрите, мы просто указываем им тип button и здесь необходимые классы для цвета и просто btn. Также указываем нужный нам текст, сохраняем это. И у нас за счет вот этого вот контейнера div автоматически все распознается. И видите, у нас крайние левый и правый элементы становятся с закруглениями, а центральные у нас просто их может быть любое количество. То есть мы вот здесь можем вот таких вот кнопок вставить очень много и это у нас будет вот так вот работать. Это у нас группа кнопок тоже может применяться. Также часто используется такой элемент, когда мы создаем номера страниц, например. И смотрите, как это может применяться. Мы можем просто здесь создать кнопки с номерами страниц вот таким вот образом. И это у нас будет выглядеть вот так вот. То есть переключение страниц, например, сделать и это выглядит довольно красиво. Также здесь работают все эти классы btnlg, btnsm и другие цвета, которые работают для обычных кнопок. Поэтому можно здесь все это комбинировать и указывать все, что вам только захочется. И последняя возможность, которую я хочу вам сегодня показать, это дропдаун, то есть выпадающие менюшки, которые мы нажимаем и появляются какие-то другие дополнительные элементы. И смотрите, как такое меню создавать. Мы сейчас здесь делаем следующий код. Делаем опять-таки группу, то есть как мы это делали ранее, btngroup. Далее создаем кнопку. Видите, она такая составная у нас. Здесь очень много атрибутов. Идентификатор ей обязательно даем. Он у нас, смотрите, вот здесь вот повторяется. Дальше мы его таким образом вызываем. Поэтому его нужно здесь создать и тут указать точно такое. Так как мы таких дропдаун меню можем делать много, поэтому у каждой будет свой идентификатор и вызываться она будет соответствующая. Дальше у нас тип button. Классы мы указываем здесь все обычные для кнопки. И смотрите, дропдаун, тоггл. Обязательно указываем. Далее у нас идет атрибут data.toggle со значением дропдаун. И вот здесь у нас aria has popup, true ставим. И aria expanded ставим false. Очень много вот таких вот значений. Они все bootstrap нужны, чтобы JavaScript корректно работал. Вот эти вот скрипты, которые мы подключали, они сами все это смотрят и обрабатывают. Поэтому нам нужно их просто здесь правильно написать, а все остальное будет работать уже само. Здесь указываем текст этой кнопки. Например, пусть будет выпадающее меню. И далее у нас идет div. Смотрите, дропдаун меню у него класс обязательно. И вот здесь мы указываем тот самый идентификатор. И все кнопки, которые внутри него, вот так вот ссылками они выглядят, они будут работать только для вот этого вот выпадающего списка. Посмотрите, мы вот так вот обновляем сейчас. Если мы нажимаем, у нас появляются вот эти все ссылки. И мы можем любую из них нажать. И если здесь указан атрибут href, то мы туда перейдем. Вот таким вот образом мы можем создавать выпадающее меню. Выглядит оно очень красиво, аккуратно. И с помощью Bootstrap можно здесь все точно так же регулировать. То есть цвет, размер этой кнопки и тем самым очень просто ее настроить. Вот такая вот возможность. Если создать где-то в другом месте на сайте еще один такой же дропдаун, там можно указывать абсолютно другие ссылки. Но главное вот здесь указать идентификатор другой. И вот тут вызывается тоже другой идентификатор. И тогда у вас они будут независимо друг от друга работать. Я надеюсь данное видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все новости. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до скорых встреч в новых уроках. proьer grid